Итак, друзья, выставка открывается. Мы все расширяемся благодаря Светлане, расширяемся, это очень приятно. Не знаю, что будет дальше. Будем ждать еще, наверное, каких-то сюрпризов. И мне, конечно, хочется предоставить слово Валерию Спитлину, который поприветствует. Валерий Спитлин один из членов жюри тех людей, кто отбирал работы на эту выставку. Поэтому очень хочется, чтобы Валерий сказал слово. Потому что все говорят, а судьи кто? Кто судил? Почему не взял вот эту фотографию? Почему вот эту выбрали? То есть судейство – это всегда очень ответственно и сложно. И, конечно, от лица жюри я доставляю слово Валерию. Ну, на самом деле, конечно, мы судили коррегиально. То есть я единственный за все отвечает. Поэтому можете просоветами. Но я могу ответить. Так вот, по поводу выставки и вообще вот этого всего движения и направления, например, вот так, черно-белая фотография и в частности партнера. Я хочу сказать, что, невзирая на то, что фотография цифровая, все изменилось, все настолько гурно, скажем, развивается, и тем не менее находятся, скажем, и адепты, и просто люди, которые вот предпочитают именно черно-белые. Лудине, черно-белый акцент, и тем более вот портрет, то есть фотографировать людей, как это принято крупным планом. Хотя в последнее время понятие портрета несколько размылось, и трофтока исходяло даже из того, что вы видите, может быть, самое разное. Но все же я вот лично сторонник классического, и это сторонник, скажем, определенной крупности плана, определенного, скажем, взгляда. И хочу, как бы, поскольку, вот, вижу, столько людей собралось на эту выставку, это действительно достаточно много. Я понимаю, что здесь есть кто-то, кто просто любит фотографию, ну, не за виду, что не занимается сам фотографией, но просто вот ему очень нравится. Но большая часть, я понимаю, что так имеют какое-то отношение фотографии, и тоже для них вот этот черно-белый портрет, это очень важная часть творчества. Ну и самое главное, вот из того, что мы судили, спорили, где-то там какие-то эмоции у нас возникли в результате, хочу сказать, что в последнее время портрет, классический черно-белый портрет, он как бы приходит к своим истокам. Потому что очень много увлекалось людей техниками, увлекались фотошопами, там, плайдрубами и другими, скажем, специфическими программами, с помощью которых можно что-то трансформировать, убрать, добавить. Но самое главное, невозможно добавить с помощью вот этих техник эмоций, невозможно добавить взгляда человека на то, что он видит, на происходящее, его отношения. Поэтому, исходя вот из того, что я вижу и то, что было вообще во всей этой истории, я хочу сказать, что не умирает, наоборот, развивается, прогрессирует и радует нас понятие черно-белый портрет и вот этого выставка. Я вас поздравляю с тем, что мы такие, что мы любим все это и надеюсь, что будет продолжаться и большим. Спасибо. И у нас есть еще один человек, ну, не дать слова ей, но я считаю, что это вообще неправильно. Я представляю вам герою, героя последних дней, герой, который взорвал город Хабаровск, перевернул сознание у многих людей, кто с ней познакомился лично. Бывало, то, что встреча, Мария, аппетит. Большие радости. Она уже завтра уезжает, поэтому вот то, что у нас сегодня на выставке, это здорово. Спасибо тебе, Мария. Скажи о своих впечатлениях. Кстати, кто не знает, мы буквально два дня назад открыли выставку Марилии. Она находится сейчас в научной библиотеке, и вы можете сходить и посмотреть, узнать историю Марии, почему она осталась жить в России, как она жила и какой у нее взгляд на нашу тайгу, на нашу природу. Вот сейчас я хочу, чтобы она просто сказала слово «Ощущения в этой выставке». Ну, я просто, во-первых, хочу сказать, это все благодаря этого человека. Этого человека. Это не просто так происходит. И сегодня я узнала, что сегодня день работники культуры. Так что я поздравляю. Поздравляю. И мне, ну, понравилась вот эта выставка в том, что в каждом фотографии, ну, они все разные, в каждом фотографии есть что-то особенное, и действительно вот эта игра вот между, ну, свет и тень, очень интересно и очень живо все. И здорово, что есть у людей вот такой взгляд, которые, ну, и могут вот такой жизнью поймать таким образом. Спасибо, что приглашались. Спасибо, Мария. И что есть. Спасибо. Ну, а сейчас, друзья, подводим черту. Черта у нас будет в виде награждений. Я назову тех людей, кто прошел два тура, чьи работы здесь представлены. Я хочу сказать сразу, что выставка, в нашей выставке участвует не только хабаровчане. Здесь у нас есть из Санкт-Петербурга, Паттайи, Владивостока, Сахалина, Уссуриска. То есть здесь собрались, ну, слиточки такие вкусные. Вот. И мне кажется, что выставка, ну, вот эта выставка, она, ну, она очень интересна, потому что действительно очень разные авторы и разные взгляды. Итак, назовем их имена. Диплом. Диплом награждается УМБА от Антона за участие в восьмой футамутоке черно-белый патрель. Успехов вам. Спасибо. Дипломом награждается за участие в восьмой футамутоке черно-белый патрель Татьяна Режуева. Дипломом награждается за участие в восьмой футамутоке черно-белый патрель Игорь Джавский. Дипломом награждается черно-белый патрель Татьяна Режуева. Ну, давайте, в любом случае, похлопаем ей. Тоже, я, человека нет, она не приехала, она живет сейчас за границей и не может приехать, но в любом случае, она победитель, она участник этой выставки. Итак, дипломом награждается Полина Попова за участие в восьмой футамутоке черно-белый патрель Татьяна Режуева. Ну, вот на этом я, наверное, закончу открытие фотовыставки и начну снимать фото. Тирасон Бархаваров!